Практически лишился своего автомобиля брачанин. На машину, припаркованную во дворе, упал тополь. И теперь, конечно, ездить на ней нельзя. Когда и за чей счет будет сделан ремонт, тоже пока не ясно. Все службы снимают с себя ответственность. Серьезный ремонт может потребоваться когда-нибудь и машинам меркутских автохамов. Речь о тех, кто местом парковки выбирает трамвайные рельсы. Что грозит за такую стоянку владельцу автора, скажет Евгений Шоев в рубрике «Автохам». Сегодня главным героем нашей рубрики «Автохам» будет не какой-нибудь нашкодивший водитель, а вот такой лупоглазый добряк. В Иркутском депо нам выделили целый трамвай. И сегодня мы вместе с водителем Станиславом проедем по улицам города и узнаем, уважают ли иркутские автомобилисты этот очень нужный вид транспорта. Ну что, Станислав, поехали? Поехали. Самый большой и самый безобидный транспорт. Ежедневно наш трамвай перевозит несколько тысяч пассажиров. Но сегодня мы в этом гостеприимном вагоне одни. В объектив нашей камеры попало несколько десятков хамов, которые всячески пытались насолить большому и тихоходному трамваю. Чаще всего автомобилисты наотрез отказывались считаться с габаритами добряка. Водители автомобиля эти габариты не знают, и они прижимаются к рельсам. Бывает, что колесами на рельсах наехал и говорит тебе, что ты не можешь проехать, что ли. А при этом, что у нас от головки рельса еще полметра идет в сторону, вынос. Такое хамство и неуважение к трамваю – главная проблема нашего города. Каждый день из-за неправильно припаркованных машин вагоны вынуждены простаивать часами. Вот такая вереница из шести трамваев собралась вчера из-за одного единственного хама. Невежливо. Кроме всего, трамвайное депо в связи с этим несет серьезные убытки. В ряде случаев мы подаем в суд, привлекаем автоинспекцию. Ну, вернее, сегодня это ГИБДД. Такой ущерб оценивается десятками тысяч рублей. И что интересно, уже около ста водителей его возместили. В таких разговорах и под усыпляющий стук колес мы продолжали эксперимент. Но тут выявился еще один вид хамов. Ну, вот девушка идет, нарушает. Ну, куда? Вот. Ей осталось 10 секунд подождать зеленый свет. И она может пройти на свой разрешающий сигнал седофора. А у меня техника тяжелая. Вот. Может не остановиться она. При экстренной остановке длина тормозного пути у трамвая более 30 метров. К сожалению, очень часто иркутяне об этом забывают. Чем очень обижают этого лупоглазого тихохода. Давайте же будем с почтением относиться к трамваю. Ведь уже завтра ему снова выходить на работу, для того, чтобы отвезти на нее тысячи иркутян. Евгений Шоев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.